Добрый день! Един, а Путин сказал, что советский народ был один, ну, в борьбе с нацизмом, соответственно. Что это значит, наважно? Это я слушал речь Владимира Владимировича, он безусловно сказал, что советский народ был один, а не един. Это на отражении общей концепции одиночества, с которой живет Владимир Владимирович с некоторых пор, что Россия должна быть сама по себе, независимой ни от кого, и, соответственно, от нее тоже никто, возможно, не зависит, и только в одиночестве она и может выживать долгосрочно. Несколько лет назад появилась программная статья бывшего помощника Владимира Путина Владислава Суркова, которая называлась «Одиночество полукровки», в которой эта концепция была более-менее изложена. Тогда, я думаю, господин Сурков и писал эту статью, и публиковал ее с целью понравиться вождю, потому что это их такой нормальный бюрократический прием – записать мысли вождя под своей подписью и показать тем самым, насколько хорошо ты его понимаешь. Правда, это не спасло господина Суркова от отставки, но, тем не менее, мы можем констатировать, что во многом тезис этой статьи соответствует взглядам Владимира Путина на Россию и ее окружение. То есть, получается, что это осознанный выбор Владимира Путина? То есть, жить в одиночестве и быть одиноким? То есть, это идет откуда-то изнутри? Он переживает свое одиночество с момента того, как стал президентом, поскольку он же не хотел быть президентом, он хотел быть продвинутым буржуа. И когда ему предложили, по показаниям ряда свидетелей, стать преемником Бориса Ельцина, он был единственным из тех, с кем это обсуждалось, кто изначально поставил эту концепцию под сомнение, сказав, что лучше бы он возглавил корпорацию типа «Газпром». В итоге, собственно, на своем президентском посту он чрезвычайно одинок, поскольку он отрезан полностью и от буржуазных удовольствий, и от тех коммуникаций и возможностей, которые есть просто у частного лица и которых нет у главы государства. В силу огромного количества условностей, сопровождающих его миссию, но главное, что он же не демократический избранный правитель, который может в любой момент уйти. Он русский монарх, который очень строго придерживается протокола, не имеет права на публичную частную жизнь, не пока долгих годов он скрывал даже своих детей, а его личная жизнь вообще достоверно ничего неизвестна и не может быть известна. То есть он и в этом смысле культивирует свое одиночество и доктрину, согласно которой он женат на Россию, что есть ремейк еще давнего выражения королевы Елизаветы I, английской королевы, которая была замужем за Англией. Поэтому он вообще живет под знаком одиночества и моя первая большая статья о нем, опубликованная в 2002 году, называлась «Одиночество Владимира Путина». Поэтому я изучаю эту тему практически на протяжении всего его правления. Но Путин тяготится одиночеством или ему комфортно в этом состоянии? Нет, он смирился с ним. Он тяготился в начале своего правления, но сейчас он понял, что ничего другого не будет. В том числе и он транслирует свое одиночество России в целом. Понимаете, именно с этим связано его демонстративное приятие западных санкций и постоянная готовность сказать, что они едва ли не полезны России. Поскольку они усугубляют одиночество и страны, и элит. Поскольку на сознательном уровне Путин, конечно, защищает интересы своих элит. Но де-факто он заинтересован в том, на бессознательном уровне, как минимум, чтобы они тоже находились в изоляции. Чтобы они разделили судьбу своего государя. И поэтому, скажем, если будут введены западные санкции против российских олигархов, и будут арестованы их активы на Западе, они вынуждены будут вернуться в Россию. И, как физически, так и с точки зрения бизнеса, это Путина более чем устраивает. То есть здесь как раз позиции Владимира Владимировича Путина и его оппонента Алексея Анатольевича Навального сходятся в одну точку. Если Путин не хотел быть президентом, почему он так держится за этот пост? Это вопрос, который вам Майкл задает в нашем чате. Он служит России, он считает, что он не может уйти с президентского поста раньше времени, иначе все развалится. Это было его... То есть он человек долго. Он обороняет жизненное пространство Российской Федерации. Он игрок от обороны, он не игрок атаки. Такие акции, как аннексия Крыма, являются скорее исключением в его политической карьере и биографии, чем правилом. Он отбивается от наседающих его врагов, наседающих на него и страну врагов. И для него это ощущение, что он обороняется, а не наступает, очень важно. С точки зрения целостности его миросозерцания и доктрины. Собственно, он решил вернуть. В 2011 году была достаточно высокая вероятность, что Дмитрий Медведев пойдет на второй срок. Так считали многие, начиная от великих людей, типа президента США Барака Обамы, крупных российских бизнесменов. Таких, как Анатолий Чубайс, братья Магомедова, Владимир Евтушенков. Тогдашний министр финансов Алексей Кудрин. И вплоть до ничтожных простых обывателей, типа меня. Но тут грянула арабская весна. И Владимир Путин посчитал, что Дмитрий Медведев, при повторении реализации аналогичного американского, как он считает. Поскольку он не верит в то, что революции могут проходить без американского вмешательства. В России Медведев ситуацию под контролем не удержит, и он решил вернуться на президентский пост. И сейчас он, собственно, и колеблется, я думаю, в отношении того, может ли он уйти в 2024 году. То есть сохранится ли стабильность страны всей конструкции, которую он выстроил. Удаст ли эту крепость, эту твердыню отстоять, если он не будет президентом. Но Михаил Зыгарь в своей книге «Вся кремлевская рать» как раз описывал этот эпизод. И якобы был диалог между Медведевым и Путиным, в ходе которого Путин сказал Медведеву, «Дима, так страну можно потерять». И, соответственно, это уже привело к той рокировке, о которой узнал весь мир. Как считаете, был такой диалог? Действительно, был страх у Путина потерять страну? Конечно, безусловно. Я не знаю, как выглядел этот диалог, но по смыслу это так оно и было. Я сам об этом писал тоже много раз. А тогда еще, в том числе в 2011 году, когда эти надежды рухнули. Книга Зыгарь появилась уже значительно позже. В каком году она появилась? В 2015. И там, кстати, есть в этой книге мой отзыв о ней. Да-да, конечно, что-то такое происходило. Вопрос, который задают наши зрители. Вот «Братский из народа» такой ник. Он спрашивает, «Гугл победит или Малафеев с Царьградом?» Но это к вопросу уже, в общем-то, о противостоянии заблокированной YouTube-канала, телеканала «Царьград». Там какие-то бешеные счета суд собирается выставить. Нет, ну, естественно, если штрафы будет для YouTube, то он будет не эти триллионы рублей, о которых идет речь. Он будет символическим достаточно и будет сохраниться. Хотя на сегодняшний день, в общем-то, YouTube в значительной степени стал инструментом реализации разного рода цензурных механизмов. И поэтому вопрос об альтернативных ему платформах стоит так или иначе остро, независимо от его отношений с российскими властями и близкими к ним корпорациями. Ну, здесь ведь интересно, что как раз видны российские оппозиционеры, вроде Ильи Яшина, пожаловались на то, что YouTube стал блокировать каналы, под которыми была ссылка на умное голосование Алексея Навального. Там потом некоторые каналы вернули. YouTube вообще достаточно избирательно, это называется умным словом, пессимизирует, то есть сокращает выдачу эфира определенного типа контента. И я сам с этим сталкивался. Например, YouTube не позволяет критиковать политику мировых элит в отношении ковида-19, вообще рассуждать о том, что карантинные меры были неправильными. Ну, позволяет, но, я говорю, он всячески делает так, что пограничить такого типа контент. По многим другим вопросам он тоже вмешивается в информационную политику. Тех ресурсов, которые размечают на YouTube свои материалы. Поэтому вообще вопрос о цензуре YouTube, он выходит далеко за рамки отношений этой платформы с российскими властями и российскими корпорациями. Я думаю, что ограничения на умное голосование тоже с этим связаны. Есть какие-то жалобы, которые направляются в YouTube. В том числе в связи с признанием идеологов умного голосования во главе с Алексеем Навальным экстремистами. Хотя сам Навальный еще экстремистом не признан. Но уголовное дело по экстремистской статье в его отношении уже возбуждено. И с высокой вероятностью оно будет доведено до суда. И ключевой российский оппозиционер получит дополнительно три года тюрьмы. В реестр уже внесли, как мы понимаем, в список экстремистских организаций штабы Навального. Хотя штабы Навального не являются организацией. Их нет юридически, там тоже интересно, но в списке они есть. Замусы, они довольно странные. На ваш взгляд, это разгром все-таки оппозиционного движения? Можно ли так это трактовать? Это разгром организационной структуры Алексея Навального. Я бы сказал так. То, что это будет так, стало ясно в декабре, когда против господина Навального было возбуждено уголовное дело по 159-й статье о мошенничестве Следственным комитетом. И когда Федеральная служба исполнения наказания обратилась в суд с просьбой заменить ему условный срок на реальный, потому что он не соблюдает правила условного досрочного освобождения, то есть тем самым был пост на сигнал, что он не должен возвращаться в Россию. Как только, несмотря на эти сигналы, он вернулся в Россию, и, собственно, он дальше вызвал все те процессы, которые сегодня мы и наблюдаем в зрелой фазе. Это не значит, что прекращается карьера Алексея Навального как оппозиционера. Может быть, ему будет и легче без обременяющей его инфраструктуры. Просто сам как физическое лицо, как лидер оппозиции, он сохраняется. Он никуда не исчезает. И он по-прежнему привлекает внимание значительной части населения Российской Федерации и всего мира. Хотя в то же время я как считал, так и считаю, что Навальный и упреждает цифрами, в том числе и на протестные акции в его... Он является кумиром широких народных масс. Он достаточно нишевый политик. Вот, кстати, об исчезновении вопрос от Евгения. Он спрашивает, что вы думаете о пропаже доктора Мураховского? Напомню, это главврач Омской клиники, в которой... Дай бог, чтобы им все было хорошо. Пока, безусловно, это выглядит как несчастный случай. Я, в принципе, не разделяю конспирологическую теорию, согласно которой от врачей Омской клиники кто-то избавляется. Нет, никто от них не избавляется. Хотя, может быть, какое-то проклятие Алексея Навального, которому они явно не понравились с самого начала, и которых он объявил врачами-убийцами, может быть, и действует. Первое их приключение, потому что не так давно вспыхнул новый скандал. На этот раз Чехия оказалась в зоне внимания. Как вы вообще оцениваете их деятельность? И, опять же, если посмотреть на это с точки зрения работников спецслужб, почему они второй раз засветились? Сформулирую, предельно просто. У них судьба такая, карма. Провалившись один раз, они проваливаются и дальше. И с ними удобно работать в этом смысле, раз они уже засвечены. И можно, не расширяя круг выявленных представителей российских спецслужб, чтобы раскручивать дальнейшие скандалы. Ясно, что Петров и Баширов сами по себе. Они же, кажется, Мишкин и Чипигас, если тоже это настоящие имена, что достоверно неизвестно. И сами по себе не важны. Хотя, безусловно, надо отметить совпадение между взрывами на складах ворбетится 16 октября 2014 года. И тем, что эти господа получили звание Героев России в декабре того же года, через два месяца после этого инцидента. Хотя есть масса вопросов и ко взрывам. Ибо склады арендовались частной компанией, они не охранялись, не курировали чешские спецслужбы, не проверяли, что там находится и так далее. Но ясно, что весь скандал на сегодняшний день имеет несколько измерений, не связанных, собственно, с героическими фигурами Мишкина и Чипиги. Во-первых, это, естественно, конфликт вокруг реконструкции атомной электростанции Дукована. И вот было важно исключить российскую госкорпорацию Росатом из этого процесса. И, видимо, этим займется уже американская корпорация Вестингхаус. Но более широко это вообще вопрос, постановка вопроса о российском политическом, неявном и неформальном влиянии в Восточной Европе, которое весьма велико за счет того, что значительная часть политиков в таких странах, как Чехия или Болгария, где сейчас разгорается этот скандал, поскольку речь идет о болгарском бизнесмене Эмилии Формальной, Эмилиане Гебриве, чья ферма вовлечена в историю в обеих странах. Там, так сказать, ряд политиков зависим от России с точки зрения бизнеса, финансов. Кто-то в открытую, как президент Чехии Милош Земон, кто-то пытается это отрицать, как президент Болгарии Румен Радев или премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который номинально сейчас выступает с антироссийских позиций, но вовсе не факт, что он действительно так антироссийски настроен, как декларирует. В любом случае, речь идет о том, чтобы убрать пророссийских политиков, открытых или латентных, из правительств соответствующих стран. Вот сейчас мы... Это вопрос об этом будет решаться на выборах. В Болгарии парламентский выбор 11 июля, в Чехии они 8-9 октября. И вот, собственно, скандал тоже и привлечен к тому, чтобы на выборах эти пророссийские силы не получили возможности входить в правительство. И здесь значительной роли легают спецслужбы обеих стран, в особенности в Чехии, где эти спецслужбы твердо намерены потеснить, уменьшить качественно российское влияние на собственную страну. Стоит ли ожидать избрания Петрова и Баширова в Государственную Думу? Вот я такие комментарии тоже видел уже, что искать их нужно будет там. В Кремле был создан прецедент, когда в Государственную Думу был избран Андрей Луговой, подозреваемый в отравлении Александра Литвиненко в Лондоне. Думаю, что нет. Все-таки это фигуры не такого масштаба, и кроме того, Кремль отрицает политический статус этих фигур. То есть он считает, что их нет, их там не было и нет. То есть не признаются в том, что Петров и Баширов действительно являются реальностью. Возможно, так и надо делать. Как известно, если тебя застукали в чужой постели, говори, нет даже при наличии всех доказательств. Пока я такого не ожидаю. Тем более тогда и нужно назвать их настоящие имена. Опять же, Кремль не признает подлинной идентичности этих людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...